Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Орел и Решка. Культовое тревел-шоу. Мы побывали практически во всех странах мира. Мы точно знаем, как устроен едва не каждый уголок планеты. Мы на себе проверили, что путешествия могут стать незабываемыми. Вне зависимости от того, сколько у тебя денег в кармане. Мы набирались опыта долгие годы. И самим не верится. Проекту Орел и Решка десять лет. И мы растем. Ведь теперь Орел и Решка не только тревел-шоу, а и турагентство. Каждый из вас может выбрать путешествие с нами и отправиться в любую точку планеты. И в этот раз одиннадцать зрителей попытаются взойти на самую высокую точку Африки – вулкан Килиманджаро. Альпинисты всего мира стремятся покорить эту высоту, которая входит в семерку самых высоких пиков в мире. По дорогам Танзании в отель, который находится в городе Моши, мчатся машины с туристами, прибывших с разных уголков мира. Привет! Меня зовут Саша Орлова. Я из Барнаула. Меня зовут Лера. Я из Беларуси. Последние три года жила в Лос-Анджелесе. У нас Лиан на маньяка побои. Очки, шапка и оголившееся пузико при нем. Меня зовут Сиан Авриль. Я из Парижа. Я блогер. Это же не попадет. На обратный переодеваешься. Этот, конечно, не попадет. Да, даже камера не может переживать. Меня зовут Женя. Я представляю два города Украины – Киев и Кременчуг. Ресторатор Семелье. Могу пить. Одну ногу вперед, потом другую ногу сюда. Скажут, как подниматься на Килиманджало. Меня зовут Ангелина. Я из Москвы. Работаю в банке. Давай-давай. Давай-давай. Меня зовут Ольга. Я из Санкт-Петербурга. Я занимаюсь строительством. Наташа. Я из Республики Бенин. Мне 35 лет. Меня зовут Мишель Белболь. Я лебанец. Я родился в Африке. Я 50 лет. Меня зовут Иван. Я из Молдовы. Город Кишинев. Меня Катя. Я из Барнаула. Молодая, здоровая, красивая. Меня зовут Юля. Я из Украины. Город Киев. Какие-то люди, с которыми мы здесь приехали по-корейски Лиманджаро. Для каждого из этих людей подъем на вершину Африки – просто веселое приключение. Но они даже не представляют, чем обернется это восхождение. Килиманджаро навсегда поменяет каждого из них. А то, блин, холодно, а то жарко, то воду пеет, а холодно. За то, чтобы мы все хорошо зашли. Вы не можете продолжать ваше путешествие. Вы должны отправиться вниз. Группа планирует достичь пика Охуру. Это вершина Килиманджаро. Всего существует шесть маршрутов. Наши участники будут совершать восхождение по так называемому маршруту Лимошо. Он считается самым живописным, поэтому дороже остальных направлений. Но не менее опасный. Касательно острой горной болезни, к чему это может привести, чтобы все понимали, насколько это серьезно. Дима – руководитель экспедиций компании «Альтеза», которая вот уже восемь лет сопровождает туристов на пути к покорению вулкана Килиманджаро. К слову, «Альтеза» занимает десять процентов мирового рынка экспедиций. Обычно острая горная болезнь делится на три этапа. Легкая, средняя форма и тяжелая форма. После тяжелой формы обычно наступает отек головного мозга либо отек легких. Ежегодно около 30 туристов погибают на Килиманджаро от горной болезни. Она возникает из-за недостатка кислорода. Чем выше в горы, тем воздух более разряженный. Хотя кислорода в нем столько же, сколько и на уровне моря, но его молекулы находятся дальше друг от друга. А это значит, что при привычном вдохе человек получает кислорода меньше. Усиливается слабость, становится тяжело дышать, дискомфорт в грудной клетке. Человек будет чувствовать себя плохо. Такое возможно. Плохо и он не доходит. Да, плохо и он не доходит. То есть его могут либо развернуть, либо он может еще спуститься до того, как пойдет в штурмовый лагерь, в зависимости от состояния. По вашему опыту в процентном соотношении? Около 2-3% из группы. Из группы? Да, зависит от многих факторов. Бывает, что человек чувствует себя хорошо, и через несколько часов его состояние резко меняется. К примеру, у людей с аномией такое может происходить. Я, честно говоря, сижу и думаю, господи, зачем я иду сюда второй раз. Это Марина Гранкина – продюсер и автор проекта. Она организовала более 70 выпусков «Орла и решки» по всему миру. Марина говорит со знанием дела. Ведь для нее это будет уже второе восхождение на Килиманджаро. Если вы спросите меня, почему я иду второй раз, хотя я говорила, что я больше в горы не пойду вообще никогда в жизни, то я, пожалуй, не смогу ответить на этот вопрос, потому что… Обычно меняется психологическое состояние. Нет понимания, что нужно разворачиваться. То есть кажется, что вот она вершина, сейчас я дойду и поверну обратно, и что все будет в порядке. Хотя на самом деле это не так. Чаще всего нельзя даже вспомнить имя, нельзя вспомнить, где вы находитесь к меру. Происходит потеря памяти, происходит потеря координации. То есть вы можете идти шататься из стороны в сторону, падать. То есть такое тоже случается. И все это признаки отека мозга. Тут тебе могут рассказывать, вот как ты себя чувствуешь. Там кому-то было плохо, кому-то хорошо, кто-то дошел, кто-то не дошел. Но все равно каждого своя история. Вот как я себя поведу, я не знаю. Оператор Олег Авилов посетил 104 страны, снял 9 сезонов «Решки», в том числе сезон «Кругосветки». У меня самая главная пока мысль, что надо это снять, чтобы я это помнил. Потому что тут вот кто-то рассказывал, что люди поднимались. А потом уже, когда спускались, находились у себя фотографии, которые они там делают. Но они не помнят, как они их делали там и прочее. Вот с таким я еще не сталкивался. То есть вас всех регистрируют, и вы начинаете восхождение. У вас будет заброска на 3500 метров, и в первый день вы идете до лагеря Шира-1. Этот переход очень простой, занимает буквально 30-40 минут. И, собственно, это самый короткий трекинг, который у вас будет. Пять дней наша команда будет подыматься на вершину Африки. Каждый день новая высота. И для успешного восхождения важна ступенчатая акклиматизация. Как говорят местные, забирайся высоко, спи низко. От подъема на высоту в организме включаются механизмы адаптации. Могут возникать симптомы горной болезни. Спуск вниз на ночлег помогает организму восстановиться и акклиматизироваться. Я очень хотела, чтобы у нас был какой-то мерч, чтобы вы могли отсюда увезти что-то в качестве себе подарка на память, какого-то сувенира. У нас есть такие классные штуки для вас. От украинского бренда Сайкона, который занимается тем, что шьет одежду для путешествий. Они шьют спортивные костюмы для путешествий и прочую удобную одежду. У нас есть вот такие классные футболки. И второй у нас подарок – это дождевики. И это украинский бренд «Тремпель». Штука реально очень полезная. Когда вы идете в горах под дождем, вы все намокли. Потом дождь закончился. Достаточно иногда бывает сложно. Все это ты должен останавливаться, все это снимать. А дождь закончился, но через пять минут он снова начнется. Поэтому вы делаете вот такой фокус-фокус. Правильно подобранное снаряжение очень важно для подъема на вершину. Ведь нашей группе предстоит пройти несколько абсолютно разных климатических зон. От тропического леса к леднякам. В зависимости от времени суток и высоты подъема, температура будет меняться от плюс 20 до минус 15. Первый день обычно довольно жарко. Нужно одеть футболку, трекинговые штаны. Но всегда в рюкзаке нужно иметь при себе флисовую кофту или мембранку. Если вдруг погода сильно ухудшится, то есть что-то такое, чем можно утеплиться. Трекинговые палки. Аренда. Штаны трекинговые. Есть. Да, хорошие. Как экзамен сдаю по подготовке к сборам. Эй, с плюсом. В последующие дни до штурма вершины нужно будет всегда практически одевать утром какую-то термуху сверху. Поверх нее можно одевать, к примеру, флиску расстегнутую или же мембранку. В зависимости от того, холодно или нет. Термобелье. Есть и теплое, и тонкое. Если нет. Черное, белое. О том, чтобы подняться в какие-то горы, в Альпы или еще куда-то, я на самом деле достаточно часто думала попробовать посмотреть. Потому что в целом горы я очень люблю. Я езжу постоянно в просто лыжи, сноуборды, вот это все. И находиться там оно большое удовольствие приносит. На штурме вершины обычно уже идет снег. Надеваем термобелье, флиску, пуховую куртку и теплые штаны. А с водой где мы воду берем? Воду дают каждое утро. Гиды поставят специальное ведро, где можно будет налить воду во фляжку. В день нужно выпивать по 3-3,5 литра. Вы только говорите горная болезнь, у меня не хватает воздуха, я все, я мнительная. Только говорите про воду, пить охота. Я всегда мечтала стать ведущей «Орла и решки». И в разговоре с моей подругой, она говорит, Саш, ну раз у тебя не получается, твои видео не просматривают, нужно заходить сзаду. Выбери проект какой-нибудь и попади туда. И увидела о том, что команда набирает людей для восхождения на Кельманджаро. И сказала это то, что мне надо прикоснуться к этому проекту хоть какими-то способами. Вот. Как ты готовилась к последнюю? Я не готовилась. После того, как вы сказали… Малитика и проблемы, и помутненные состояния психические, я просто все остальное прослушала. Просто у меня шок случился. Похоже, некоторые члены команды только сейчас начинают переживать. Настройки нормальные. Очень страшно. Но снаряжение уже собрано. До выезда остается 15 минут. Эй, кофе. Кофе тайминг. Утро. А франциссия без кофе утром. Ну да, тем более утро. Таблетки пить. Медикаменты, которые раздает Марина – это Диамокс. Если Марина сказала, что ты хочешь. Его рекомендуют пить даже профессиональным альпинистам. Для того, чтобы высотная акклиматизация проходила быстрее. Легко впаривать таблетки. Да-да-да. Я вам не буду показывать, как я упаковала вещи в чемодан, если можно это назвать словом. У меня красиво разложено только платье на праздничный вечер после восхождения на Килиманджаро. А так, конечно, все, я готова. Я все с собой взяла. Я иду осуществлять детскую мечту. Говорила родителям, что обязательно стану альпинисткой. Они крестились. Я не знаю, как меня туда судьба не привела. Все равно, возрослев, я хочу поставить хоть какую-то галочку. Надо с чего-то начинать, правильно? Вообще все собрались или нет? Мы сейчас ходим и смотрим. Мне кажется, одни только мы с Мишелем, как всегда. Бла-бла-бла. Как ты решилась покорить Килиманджаро? Спонтанно решила сделать своему бойфренду сюрприз. Сегодня такое ощущение, как перед свадьбой. Восхищение. Мы с оптимистичным настроем сегодня идем в путь. Телефона не будет, связи не будет. Я ухожу вулкан. Даже то, что сегодня мы чувствуем за камерой и даже сейчас, это не передать камерой. Надо быть тут и прочувствовать. Вот дует ветер. Прочувствовали камеры? Нет. Ну, вряд ли. А я – да, ты тоже. Я за этим, наверное, и пришел. Хорошего сына! Что-что? Я не такой, как жил в тебе. И меня спасала! Хорошего сына! Мухана Хоресилина! Моя вечно. Группа отправляется к западному входу в национальный парк Килиманджаро в воротам Ландаросе. Здесь остановка на час для регистрации в спасательной службе и проверка всех вещей. Кстати, это рейнджер парка. Он помогает группе разобраться с документами и вещами. А вот во время восхождения группу будут сопровождать главные гиды. Стэнфорд и Комбе. Первоочередная задача гида и его главная ответственность – безопасность каждого туриста. Все гиды компании «Альтеза» обучены как базовому оказанию первой помощи, так и имеют сертификаты и проходят регулярное обучение по безопасности на большой высоте. Сложно провокнуться с таким ульбом. Сзади нас очень много людей – портеры. Всего нашу группу будут обеспечивать 70 человечков. Каждый из этих человечков будет нести по 20 килограмм веса. Это очень-очень много. Каждый из нас несет 5-7. В этих баулах все необходимые вещи для туристов. Теплые вещи, спальники, палатки, столы, посуда. И все, что может облегчить жизнь туриста в горах. Портеры в день получают 5-7 долларов. И для каждого из них это работа мечты. Ведь в Танзании 70% безработицы. И даже несмотря на дешевизну рабочей силы, для туриста только плата за вход в национальный парк Килиманджаро обойдется в тысячу долларов за неделю. Я работала как портером почти 4 лет. И потому что я работала с моим братом, который был гаидом в то время, чтобы быть ассистантом гаидом или шефом. На подъем с группой пойдут также помощники гидов, портеры, повара, официанты, мастера по сбору лагеря. Без них, обычному туристу, восхождение на Килиманджаро невозможно. Кепочки у нас, видишь, там уже написано. Это специально, чтобы потом на горе на лошадке купить. Чтобы не забыть, куда пришли, когда лобная доля откажет. Регистрация завершилась. Группа отправляется на высотную заброску к поляне Лимошу. Эта высота 3407 метров над уровнем моря. Главное правило движения в горах – это пить много воды и идти медленнее, чем вы можете ходить в нормальном режиме. Вот можешь идти медленно, иди еще медленнее. Нужно совсем медленно ходить. Не ломиться вперед, не пытаться сойти как можно быстрее до следующего лагеря. Все это связано с дыханием. Если дыхание будет сбивчивое, то может наступить гипоксия. Я сейчас чувствую какую-то гусеницу. Какой-то вот такой сороканожный. Ну что, девочки, все готовы? Группа направляется к первому лагерю Шира один. Там все остаются на ночлег. Высота в первый день набирается небольшая. Все для того, чтобы организму было проще акклиматизироваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда они куда-то бежали, они пели песню «Если вид твой вымирает громче пой». Почему все молчат? Они силу берегут, хитрые, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было очень забавно наблюдать за радио Александра. Александра ФМ. Потому что она всю дорогу болтала. Чем меньше кислорода, сейчас Саша больше болтает. СМЕХ Если я буду молчать, кто будет говорить? Почему вы так грустно все идете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что я стараюсь говорить ребятам, что это очень тяжело физически, но я думаю, что до сих пор никто этого до конца не осознает, и все думают, что это легкая прогулка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезно, ты правда за эту пору? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Саша, надо еще идти и идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, дышится тяжеловато. То ли не с привычки, но надеюсь, что сейчас немножко времени хотя бы пройдет, и мы немного акклиматизируемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во-первых, я тяжести никогда не носила. У меня очень тяжелый рюкзак, мне нужно что-то с этим делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда тебе хреново и кажется, что у тебя тяжелый рюкзак, посмотри, как люди сколько несут килограмм. И твой рюкзак кажется тебе пушинкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, кажется, ненадолго. Пока наш оператор отошел, чтобы снять остальную группу, Саша в это время незаметно отдала свой рюкзак портеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так можно было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В смысле? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И отдается портеру уже на этапе восхождения, уже когда в ночь восхождения, когда ты идешь, когда реально ты просто не можешь, ты умираешь натурально. И ты тогда отдаешь рюкзак. Несмотря на то, что Саша избавилась от всего груза, похоже, ей это не помогло. Она продолжает жаловаться, что дышать все тяжелее и тяжелее. У нас не одни и те же условия на протяжении всего восхождения. Соответственно, ты каждый раз будешь акклиматизироваться к новым условиям. Почему? Если тебе плохо на этой высоте, то тебе не может быть лучше на высоте выше. Посмотрим. 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 Проверим. Проверим. Ты думаешь, что если началось, то началось? Просто только прогрессировать будет хуже. Если она у меня началась раньше, она будет продолжаться. Саша, где ты была на брифинге? В горах состояние очень сильно ухудшается. Если наступает горная болезнь, то обычно она развивается прогрессивно. Ждать пока само пройдет. То есть обычно само не проходит. Это наш первый стоп, когда мы остановились официально на Каписить. Каписи еще никогда не доставляла столько удовольствия. Да, Ваня? Она до сих пор не верит нам. А вообще голова в жизни не болит. Я даже таблетки никогда не пью. А сейчас что-то очень сильно. Я, если честно, решила, что у меня климатизация пройдет раньше всех. Она у тебя просто раньше всех началась, потому что ты разговариваешь. Да? Ну, значит, она закончится быстрее. Она не закончится. Когда ты разговариваешь, ты не дышишь. Ты пойми. Я объясняю, Саш, ты говори поменьше, потому что ты всю свою дыхалку расходуешь просто на бла-бла-бла. Если вдруг у вас возникают какие-то простые симптомы, нужно сразу же сообщить гиду. И он тогда даст какие-то медикаменты или даст немного подышать кислородом в течение 30 минут. Я хочу разговаривать и смеяться. Она прям плохо себя чувствует. А мы сейчас на высоте 3 500. Если человек себя плохо чувствует на этой высоте, то не то чтобы можно быть очень оптимистичным по поводу того, что будет дальше. Что там, девчонки? Лагерь! Совсем близко. Ребята, Шира-1 на горизонте. Мы это сделали. Пока группа добиралась к Шира-1, портеры уже прибыли на место и почти разбили лагерь. Что, первый лагерь мы взяли? Вы прибыли, ребята. Сейчас мы на Шира-1. Шира-1 высоте 3 600 метров. На этой высоте, после солнца, должно быть холодно. Так что, напоминайте, что вы взяли кислородом. И также, если ваш бейзилер будет плотным, напоминайте, что вы взяли кислородом, чтобы избежать хипотемию. Вы прибыли. Сейчас мы показываем, кто где живет. Лера и Оля Павлова. Первая палатка. Мы спим по двое. Наши палатки находятся вот тут. Это все наш лагерь. Пошли. Добро пожаловать в нашу палатку. Выглядит наше жилье таким образом. Два матраса. Чтобы было не холодно, на них мы разложим спальники, в которых, собственно, будем спать. Это наши баулы с вещами и наши рюкзачки. В баулах у нас есть такие пакеты, в которые нужно складывать все вещи, чтобы они не намокли. Есть окна, но кажется слишком холодно для окон. Поэтому я закрываю обратно, чтобы наша комнатка оставалась теплой. Ночью температура на этой высоте опускается до минус 15 градусов. Поэтому качественная одежда, термобелье и хороший спальник – залог здоровья и комфорта. Тут у нас располагается кухня. Нам готовят ужин. Пойдемте смотреть. Здесь происходит, по-моему, волшебство. Во всяком случае пахнет невероятно. Более того, они все это несли в своих баулах. Разбили лагерь для себя и для нас. Местные туристические компании Танзании многие годы создавали сервис на Килиманджаро. Они рассчитывали, сколько понадобится газовых баллонов, воды, еды для восхождения. Прокладывали маршруты, проверяли на себе состояние организма на каждой высоте, а также изучали лучшие методы акклиматизации. Десятки портеров погибли во время пробных подъемов. Поэтому соблюдение строгих правил, о которых говорят гиды, поможет безопасному восхождению. Ухуру. Ухуру. Это Ану? Дааааа. Это не подписывалось. Мы на трех тысячи пятьсот. Чуть-чуть рассталось. А ну на шесть. Почему так ухаживайся? Пока она совсем чуть-чуть осталась. Оп, раз, два, три. Немножечко. Можешь две положить? Да, поухаживай. Тарелка для супа. Убирай тарелку. Пардоньте. Накладывайте. Суп это лучше. Что же звучало со мной сегодня? Это классный дождь. Чувствую яму толстее. Боже, есть? Как лучше? Дома в Лондоне, да? Угу. Я хочу дать вам небольшую ориентацию. Возьмите меня на сегодняшний день. Я ухожу вас в 6.30. В 7.00. Мы собираем воду для воды. Возьмите на воду. Возьмите на нашу мастерку. Возьмите на 4-5 часа. Возьмите на широту. Возьмите на 4- MICHAEL. Что tablespoonsuntът когда-то делатьove offense. И так далее, которое заклипаетесь. И то, что вы радуетесь. Возьмите на turbVPN. Война слова «полли пола». Она залитное плыв는데요. В readyы замур, 10 либо 150, е возможности договор 추천. Доброе утро! Доброе утро! Что у нас тут? Доброе утро, страна. Пейте кофе. Это вкусно. Не, было отлично. Неудобно переворачиваться. Я переворачиваюсь, а дырка тут осталась. Держать ее надо все время. А я люблю спать на животе. Я переворачиваюсь и вообще ничего, и кислорода больше нет. Короче, это не очень удобный способ. Я уже скучаю по своей кровати. Как спалось? Знаешь, когда ты вот спишь, ты хочешь потянуться от души. И ты такой потянулся, и у тебя пульс. Та-дам! И такой, вот я потянулся, теперь дыхание надо восстановить. Что нам делать-то, а? Это кран его крутить. Вот так. У меня и руки замерзли. Так что у меня просто тоже замерзли. А-а-а, все не просто так, ребята, вы-то думали. Все. Ну, короче, полдела сделала. Среди знаки Ливанджары переразуют еще. Пипец холодно. Первая ночь, осталась очень непросто. Замерзли? Прям очень-очень замерзли. Вот так, да? Даже побольше. Побольше? Да, и нанос на переносицу. Переносицу, это здесь. Да. Солнце в горах напекает намного сильнее, чем обычно. Это чревато не только солнечным ударом, но и ожогами. Поэтому очень важно иметь солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF и надевать головной убор во время перехода из лагеря в лагерь. Первый раз мажу лицо кремом. Мир косметики. Следующий этап сходить на маникюр. Группа собралась. Все позавтракали и теперь каждый должен пройти медосмотр. Гид измеряет уровень кислорода, пульс, узнает самочувствие и записывает полученные данные в специальную таблицу. Это необходимо, чтобы не пропустить первые симптомы горной болезни. Каждый реагирует на высоту по-разному. И не обязательно симптомы могут совпадать. То есть у всех они могут быть абсолютно разные. То есть это может быть у одного человека, к меру, диарея, головокружение, у другого человека сильная головная боль. У кого-то вообще нет никаких признаков горной болезни, кроме как понижение уровня кислорода. То есть такое тоже случается и это нормально. Участникам же очень важно сообщать гиду о любом недомогании, даже если оно кажется незначительным. После обследования вся группа допущена к подъему. Если у нас йога, так мне надо что-то медленное ставить? Это же не йога, зарядка. У меня какая-то дискотека получается. Мне спалось плохо, все плохо, но я настраиваюсь. Мы можем встать в кружок. Я искренне не желаю, чтобы кому-то было плохо. Просто как-то мне может обидно чуть-чуть. Я не ожидала, что именно меня накроют. Я такая слышу разговоры, что подождите, подождите, сейчас многих накроют. Смотрю, жду-жду, кто вступит в мои ряды, никого нет. А что так быстро? Мы же на природе. У нас зарядка, заряд нужен, зарядка. Сейчас бошки покрутятся. Сашечка, ты можешь не делать. Но я же не тренер. Я могу не делать, но я не могу не комментировать. Сашечка. 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 Сегодня группе предстоит пройти от лагеря Шира-1 в лагерь Шира-2. Напор высоты всего 400 метров. Но переход займет около трех часов. Все дело в темпе. Ведь главное идти медленно, чтобы дыхание не сбивалось. Ведь на такой высоте его потом трудно восстановить. Не буду притерывать актрессу. До встречи в лагере Шира. Ну, еще на самом деле каждая высота – это разное состояние. Потому что вот здесь, например, три шестьсот, да, три сколько там. Тут растут вот кусты, пожалуйста. Во время восхождения на Килиманджаро человек проходит через пять высотных поясов, каждый из которых отличается своей природой. Один ландшафт постепенно сменяет другой. Бушленд или культивируемая зона. Дождевой лес. Вересковые луга. Высокогорная пустошь. Арктическая зона. Я иду последняя. Первая с конца. В какой-то момент… Где Саша? Кто потерялся? Где Саша? Потом минут через пятнадцать где-то там вдалеке ковыляет. Сашка, мы с тобой. Мы киряне забыли. Нам сказали, что с тобой идет самый профессиональный гид. Я, знаешь, иду и планы разрабатываю. Мой денег портером дать, чтобы они меня два штуки понесли, если что. Цель же дойти, не важно, как. Своими ножками давай. Ты там нагрузила десять килограмм свой? Нет, от ванны нет. Похоже, что Саша снова забывает о правилах поведения в горах. А ведь каждая ошибка имеет последствия. На самом деле все, что нужно иметь в твоем бэк-паке – это санскрин, это защита от солнца, вода и, в принципе, чуть-чуть снеков. Ну и маленьких вкусняшек, когда мы остановимся, что ты могла перекусить. Саша перегрузила свой рюкзак. А для новичка в горах – это дополнительная нагрузка, которая может попросту вызвать отдышку. И уже даже до лагеря дойти будет сложнее. Но Саша из принципа Портеру рюкзак сегодня не отдает. А теперь, называется, почувствуйте разницу. Такие чуваки с баулами пронесли, и мы такие. С маленьким чемоданчиком черепашки, они прям там прыгают, летят, бегут. Кто там вообще без чемоданчика? Это еще при том, что мы начали идти раньше, чем они. Катя ходит без рюкзака, потому что муж носит рюкзак. Они нас уже догнали, обогнали, и по камням нормально так прыгают. У меня вообще сумасшедшие люди какие-то. Почему-то внимание все только на меня. Ну ладно, допустим. Пусть будет так. Катя был очень плохо. Это не из-за акклиматизации. Она за день до этого отравилась. Прям очень-очень печально чувствовала. Я ее поддерживал. Он говорит, что каждый год здесь погибает где-то 10-20 портеров. Из-за того, что компании… Не заботятся о них. Не заботятся о них. Кормят их только один раз в день. И не предоставляют им никакого снаряжения. Ни защиты от ветра, ни защиты от дождя. Нам повезло с нашей компанией. Он говорит, что у них еще ни одного портера за последние… С основания этой компании не умерло. Чтобы получить работу портера в хорошей компании, многие стоят в очереди годами. Для портера важно крепкое здоровье, выносливость и наличие полного комплекта снаряжения для гор. Как компанией, они планируют, как бакбаки. Они уже приводят какие-то сплаки. Я думаю, что каждый из них здесь у нас есть очень хорошие, которые очень хорошие. И в матресах есть какие-то обеспечения, которые очень-очень трудно найти здесь, как у нас в сплаке. Но даже для портеров снаряжение не бесплатно. Например, за свой спальник носильщик должен заплатить минимальную себестоимость. Это делается для того, чтобы портеры не теряли и не портили вещи в горах. Вы знаете, компания? Это около 10 долларов в день. Некоторые компания платят даже меньше, чем 30. Некоторые платят около 5-7 долларов в день. Это то, что большинство других компаний рассматривают. Люди, которые приходят, знают, что они получат очень низкий зарплат, но потому что они знают, что они получат что-то от клиентов. Поэтому для нашей команды создается самый лучший сервис, в надежде на хорошие чаевые, которые дают участники группы после восхождения. И по приходу всех в лагерь Кшира-2 портеры и гиды запели традиционную песню восходителей на Килиманджаро. ПЕСНЯ 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 КИСНЯ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Перед каждым лагерем... Каждый участник группы понимает, насколько важную и нужную работу делают Портеры. Смотри, ты им работу даешь, это же прекрасно. Ходи сюда просто каждый месяц. С сегодняшнего дня у группы начинается период ступенчатой акклиматизации. Поэтому пообедав участникам нужно подняться на 200 метров и вернуться обратно в лагерь Шира-2. Никакого рок-н-ролл на самом деле, но град лучше, чем дождь. Мои красотки не промокнут. В горах всегда трудно предугадать погоду, поэтому дождевики обязательно должны быть в комплекте снаряжения для таких случаев. Ведь отменить акклиматизационный подъем нельзя. Без него у всей группы может развиться гипоксия. БИНГО! Вау! Мы в лагере Шира-2. Мы быстро дошли, молодцы! Команда супер! Для всех акклиматизационный трекинг прошел успешно. Группа вернулась в лагерь Шира-2. Короче, я все поняла, Олег. Надо было надеваться по погоде. Ты слишком тепло оделась? Я оделась слишком тепло. У меня просто горели ноги изначально. Температура 90 градусов. Мне казалось, что я сварилась заживо. И когда, знаешь, хочется пойти переодеться, уже такая лень наступает, что думаешь, ладно, уж там еще час дойду. То есть вот успех это продумать с утра. Знаешь, о чем подумала? О том, что мы на самом деле братство кольца. Особенно, когда Туча нашла. И мы идем в Мордор, чтобы отнести нашу прелесть. И уничтожить ее. А прелесть знаешь у кого? У Саши. Евгения. Я думаю, что она будет доказывать всем, что она реально вот такая прям крутая. Самая большая ее как бы сложность будет в том, что соответствовать этой крутостью. Ангелина у нас эти. Водители щички, иначе у нас два, у нас не два. Иван будет таскать свою жену и ее рюкзак. Саша, *** она не дойдет. Каждый раз мне очень страшно. И хочется плакать. Каждый раз я думаю, час в час начну плакать уже. Да пошло на все к черту. А потом, когда дойду и радуюсь, что я это сделал. Физической подготовки ноль, да. Но моральное состояние такое, что я готова свернуть всех и вся и покорить все. Поэтому я думаю, что дух победит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, желтые червячки, да? Утро начинается не с кофе, а с камеры. Здравствуйте. Покажи, пожалуйста, свое лицо. Ой, сейчас покажет пожариться человеком. Блин, жур. Блин! Блин, блэ, блэ. Блин, блэ, блэ. Блин, блэ. Блин, блэ, блэ. Блин, блэ. Блин, блэ. Блин, блэ. Фрор ски до окончания. Как спалось? Всё плохо. Я всю ночь просто не спала. Чего? Не знаю. У меня посреди ночи такие мысли. Какая Килиманджара вообще? Где я? Рыба и где-то Килиманджаро. Где вообще поперлась? Первое утро в паническом настроении. По прошлому опыту. С сегодняшнего дня начинаются сложности. И они начинаются. Сегодня группе предстоит подъем на 4630 метров. Лагерь Лава Тауэр. Такой резкий набор высоты у многих может вызвать плохое самочувствие. Поэтому для акклиматизации в лагере необходимо провести минимум два часа. А после на ночлег группе нужно будет спуститься на 400 метров ниже. Лагерь Баранко. 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 Там массажик туда-сюда. Горячий душ. А тут кроме влажных салфеток особо не помоешься. Они нас вообще обманывают. Вчера сказали, три три с половиной часа эти дала вот так. А сегодня мы прошли уже два, а они говорят, еще минимум четыре. То ли мы так медленно идем, то ли они между собой договориться не могут. Ой, сложно. Группа выбивается из графика из-за плохого самочувствия большинства членов команды. При этом гиды не могут никого подгонять, ведь ускорение темпа приведет к развитию горной болезни. Брейк, брейк, брейк. Дыхалочка уже не та. Половину людей потеряли из четырнадцати нас, по-моему. У нас есть лагерь быстроходов и тихоходов. У нас тюбики взорвались в станоку, салфетки сдулись. Сейчас у меня голову начинает болеть ужасно. Тихо, не смейте сделать это. Это смешно, правда. Ой, голова взорвется, как тюбики с табаком. Интересно. С табаком станал ты. С табаком. Лобная доля пошла в чатик. Саше было очень-очень тяжело. Она тоже шла, задыхалась, плакала, думая, что меня поперло на эту гору. Мне уже страшно. Плохо было до такой степени, что в глазах темнеет и остановилась, чтобы как-то дух перевести. Такое ощущение, как будто давление. Наш гид Стэнфорд, видя состояние Саши, срочно принимает меры и приступает к медицинскому осмотру. При восхождении на Килиманджаро у помощников гидов всегда имеется комплект кислородного оборудования на группу. Его используют в подобных случаях, когда кому-то из участников становится плохо. Добавить хаоксин, это очень помогает. Оксин отрывает強く доставить в мозг. Так же, додать хаоксин. Это не потому что хаоксин отражает. Это не потому что хаоксин. Работает в мозг. Вы можете давать давление? Вы можете вдохнуть? Вдох, как Саши. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Закрой рот. Вдох, вдох. Вдох, вдох. Она тебя отпустит. У меня сознание прояснилось. Не паникуй, много не думай. Чем больше ты думаешь, тем хуже тебе становится. Гиды сказали, Саша давай быстрее, так как на улице будет темно, будет холодно, ты должна как бы максимально двигаться быстрее, не задерживать группу. Я максимально собрала всю волю в кулак, думаю, ну все, сейчас я прям стартану. Вот какая-то трубка есть, такая там уже река. Я вообще не пересмотрю. Теперь нужно на нее забраться. Гиды принимают решение сделать остановку, потому что все заметно выдохлись. И шоколадки. И шоколадки, и печеньки. Выдохлись все, но не Женя. Похоже, у нее акклиматизация к высоте проходит пока лучше всех. Простые радости. Как спросить? И все мечтаем о пирёжке. И когда бы я еще мечтала о пирёжке? Я думала, что будет хуже намного. Но поняла, что, наверное, горы — это мое. Мне кажется, что мне этого будет мало. Мотивация. Саша! Маффины! Тут есть шоколад! Чего есть? Шоколад! Бивип! Опа-опа, такая всяка погнала! Ты посмотри! Я поняла, почему они просто поле-поле, вот медленнее, медленнее, медленнее. Чтобы как бы сил хватило на ту самую вершину. Да? Да. Мы продолжаем промотировать наш лагерь тихоходов. И вот встретились со всеми на чаепитии. Ну, чуть-чуть поменьше посидим на камушках. Группа по плану уже должна прибыть в нижний лагерь «Баранка». Но все еще поднимаются до Лава Тауэр. Первый снег в октябре. Ну что, с первым снегом, да? Да. Не говорите, не знали мы голи. Очень холодно. Пошли. У меня появился первый симптом горной болезни. Какой? Баранная болезнь. Спустя несколько часов первая часть группы наконец-то дошла до Лава Тауэр. Дыхание так себе. Так, это специально тренировка? Что? Это специально тренировочная штука. Сейчас пойдем вниз, станет опять легче, легче, легче. Такие тренировки. У меня есть сил даже рюкзак снять. О, Господи, как я устала. Гиды всеми силами пытаются подгонять Сашу, которая по-прежнему идет самая последняя. Но делают это так, чтобы ей не стало хуже. Мы поздравляем, ты дошла. Можно выносить флаг. В смысле флаг? Шучу. Голова болит. Настрой боевой, вообще нормально. Просто эмоционально, конечно, штормит. Потому что, когда смотришь наверх, думаешь, неужели я справлюсь. Но погодные условия становятся все хуже. Густой туман не уходит даже спустя два часа. Дольше на такой высоте оставаться опасно. Может начаться гипоксия. Новый бой снова светит ночь за окном. Гиды принимают решение спускаться в лагерь Баранка. Несмотря на плохую видимость. Мне очень нравится это такое немножко самоистязание. И когда становится сложно и тяжело, я испытываю определенный тайм. Девочки, виден кэм. Смотрите, мы заходим, а на секунду вершина вон показалась. Там вот огромная гора. Мы не знаем, до нее еще дойдем. Все в ужасе. Что-то нет наших. Где же они там идут-то? Что-то поздно. Вроде вышли-то вовремя. Ну, примерно так, не уверена. Потому что подогнали же девочек. Четвертый день восхождения. До вершины Килиманджаро еще два дня пути и порядка двух тысяч метров подъема. Доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать в нашу малую семейку. И мы счастливы. Смотри, сразу вытаскиваем. Пауэрбэнк, гум-телефон. Так, что у меня тут еще есть? Ой-ой-ой. Бонарик, конечно, добрый. Все, это делается специально, чтобы не замерзла техника. Кофе? Я тебе потом покажу фотографию, чтобы у меня все со мной спали на дышке. Шуга, шуга. Ну, шуга. Не хочу вставать. Окей, шуга. Сейчас же на гору надо поползти. Спать охота, ну правда. Как спалось? Все очень круто. Ночь шикарная, замечательная, великолепная. Мне кажется, я здесь готова остаться жить. В отличие от вчерашнего дня, все чувствуют себя хорошо. Это результат ступенчатой акклиматизации. И пройдя медикал чек, группа в полном составе допущена к дальнейшему подъему. Куда мы сегодня пойдем? Вот туда. Сегодня планируется подъем на высоту 4035 метров. Лагерь Каранго. Но прежде придется преодолеть один из сложнейших участков всего восхождения. Скала Баранково. Короче, мне нужен портер, который будет нести мой рюкзак. Второй портер, который будет нести баллон с кислородом. И третьего портера, который будет мне давать волшебного пенделя. Потому что мы идем вон туда. У меня своя баллон с кислородом закончили. Пусти сейчас. Малышка. Малышка. Бой. Нет. Как это? Участок пути до склона Баранка впечатляет своей красотой. Тропа сначала проходит через кустарники. Затем появляются гигантские любилии. Тут так красиво, ну так красиво, просто слезы на глазах. Светлая песня. Вечер-пай. Девушка с Элесом, как здесь. Вдетер-пай. Вдетер-пай будет здесь. Вдетер-пай. Вдетер-пай. Немножечко альпинизма. И рождем. Стена-болонка 600 метров. Мы подошли метров 200. Ребята, поначалу еще пели песни. А сейчас тишина. Задыхаемся по чуть-чуть. Чтоб я без вас сделал. И здесь еще такая штука. Если чуть-чуть оступишься, смотри, мы идем вот такой вот маленькой тропиночке. Если ты чуть-чуть оступился, лететь до следующего уровня, а потом туда далеко. Юля не спешит лезть на скалу. Только уговоры гида и поддержка группы добавляют ей решительности. Страшно, сейчас. Давай я могу в пункте деду. Чтобы Юле идти дальше, ей нужно преодолеть себя. Следующий участок еще более обрывстый. Поцеловать будешь? Я говорю, все, поцеловать. Я говорю, все, поцеловать. Юлечка, салонушка. У всех свои страхи. Мы с ними за все боремся. Все хорошо. Прошу. Садись. 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 Только везде еще. Это капец, как тяжело. Я вот, Юпа, все мазохисты. Честно. Если видно, вон там вот облака до нас находят потихонечку. Так что сейчас будем держаться очень близко к дужке, чтобы не зайти с толпы. Весь наш маршрут записан. Руки должны быть свободны, но все пишется. С трудом и остановками, но все взобрались на стену баранка. А спустя час дошли и до лагеря Каранга. Юля, ты почти тут. Я спрашивала себе, для чего, да? Ну и находила такой ответ, ну, нужно как бы маркером, замаркироваясь 50 лет. Мишелю. Для чего? Сейчас вот-вот. У меня только один вопрос. За что? Я не уверена, что пойду. Я сейчас ничего не понимаю. Саша, самое главное, что ты дошла. Я что-то это медленно соображаю. На такой высоте кислорода мало. Смотри, вот. Так, это у тебя обычный губкок. Окей. А вот если сюда нажать, это у тебя... Вот. Так, сюда. Вот, видишь, камера нарисована. Да. Нажимаешь камеру. Сейчас. Вот. И появляется вот такой земной шарик. Окей. Это у тебя получается 360. Если я нажимаю на земной шарик, это будет 360? Да. То есть у тебя работают обе камеры. И ты вот, когда держишь, видно все вокруг. Акклиматизация. После отдыха группа вышла на акклиматизационный трекинг. Уже четвертый по счету. Очень тяжело. Акклиматизация – это такая штука. Ты можешь быть физически готов, думать, что ты готов, и что все будет в шоколаде. Акклиматизация – это такая штука, к которой нельзя подготовиться. И все равно задыхаешься. Впереди последний рывок к восхождению. Но он будет завтра. А пока группа спустилась в лагерь, чтобы набраться сил перед завтрашним восхождением. Нет телефона, нет документов, нет денег. Такой, как будто, как древний человек. Смысл жизни – просто идти. Куда-то идти, идти целый день. С утра проснулся, подкрепился водой, едой, чтобы идти. Потом опять остановился, подкрепился. Идти. Ощущения странные. Просто как будто, не знаю, я чью-то жизнь живу. Сегодня начинается самый длинный и решающий день. Группу ждет шестичасовой трекинг в штурмовой лагерь Барафу. На отдых будет всего пару часов. Нормально поспать вряд ли удастся. Потому что в полночь должен начаться штурм вершины. Почему штурм вершины именно ночью? Почему именно ночью? Потому что зайдя на вершину, лучший вид можно увидеть только утром. В 7.30 примерно, в 8 утра. После этого вершина затягивает облаками и ничего не будет видно. Поэтому обычно поднимается ночью. Я думаю, что вот это, ребята, подъем на вершину – это вагасенка. Это просто ***. Я не знаю, как вообще подняться ночью, когда тропа… Ее нет, ничего не видно, скользко. Я не знаю, как идти. Уже с утра у Юли и еще нескольких членов команды отдышка. Кто может продолжать восхождение, покажет медицинское обследование. Саша и вовсе проснулась с опухшим глазом и головной болью. Да, на правой стороне я спала сегодня. Видимо, всю ночь. Потому что я как легла, наверное, заснула и проснулась. И меня что-то там перещумило, да? Что я могу сказать сейчас… Потому что даже на первый день, что я здесь вижу, что ее позиция немного выше. 106. Но ее оксидент очень хорошо. Это 92. Я думаю, что здесь очень важно, чтобы ей дать время, чтобы идти очень быстро. Прекратить восхождение может каждый. На это есть две причины – медицинские показатели и собственные решения. Но от подъема сегодня все-таки никто не отказался. Я не могила забраться вообще. Я тут взялся, я тут взялся. Неожиданно для всех помощи у гидов попросил Портер. Идти дальше он не мог. Похоже, Портер травмировал ногу. Но он принимает решение продолжить восхождение. Ведь если спустится, ничего не заработает. Что у вас случилось? Пьем таблетки. От чего? От головы. Они сказали, что… Ну, учитывая, что сейчас у нее голова заболела, что лучше, может быть, сейчас выпить. Саша и Ангелина снова в одной группе. Как они ее назвали – группа тихоходов. А основной состав участников уже добрался до штурмового лагеря. У меня было ощущение, что просто, я не знаю, я вечно сюда поднималась. Куда-то в космос уже дошла, пока все дошло. Физически как бы сложно. Но от знания того, что это закончится, легче. А Женя по-прежнему поддерживает бодрость духа. К ней присоединился Ян. Кажется, для них это будто легкая прогулка. Охренительная вообще команда. Дрим Тим. Дрим Тим просто. Мы обязательно дойдем. Все, кроме Саши. Интересно, у нас есть, кто так-то будет ставить на то, что Саша дойдет. Значит, если мы как бы все будем ставить деньги на то, что она не дойдет, как-то это неинтересно получается. Давайте, может, пусть зрители как-то поставят. Четы жены могут дойти при условии, что их мужья будут их таскать. Не надо. Так что, посмотрим, кто действительно дойдет. Спустя час до лагеря дошла вторая часть группы. Сашу сразу же отправляют в медицинский навес. Кажется, ее дальнейший подъем действительно под угрозой. Мне х** реально. У меня болит башка. Просто я настраиваюсь максимально оптимистично, чтобы дойти. Слезы накатывают, я их сглатываю. Сейчас даже вот опять плакать буду. Короче, реально х** очень. Они мне дают эти бупорфены, я их по шесть штук жру, и мне ничего не помогает. Я даже, ну, глаза поворачивать, шаг даже, он в голове отдает. Ну, вот такая вот. Или, может быть, я настолько не привыкшая к головной боли, у меня в жизни вообще вообще башка не болит. А вот кислородом дышу, сознание ясное становится, такое четкое. Окей, два минуты. Окей. Да. Я беру два цилиндра с собой. В целом, я беру шесть цилиндров. И с этим цилиндром, он проживает за шесть часов. Саше стало легче, она присоединилась к группе на обед. Все заметно устали. Пять дней пути, сложная акклиматизация, борьба со страхами, быт в диких условиях и элементарное отсутствие душа. Это действительно изматывает. А уже через несколько часов старт финального трекинга на вершину Африки. Сегодня нам предстоит с вами сложная ночь. Единственная причина, по которой вы можете не дойти, это если ваш гид скажет вам, что вы не можете из-за вашего физического состояния, из-за вашего здоровья, вы не можете продолжать ваше путешествие, вы должны отправиться вниз. Я надеюсь, что ни с кем из нас это не случится. Я надеюсь, что все из нас будут в состоянии физическом дойти до вершины. И я хочу, чтобы вы помнили, когда вы думаете, что вы никогда вообще не дойдете до верха, вы должны просто посмотреть вниз и задать себе вопрос. Могу я сделать один маленький шаг? И вы делаете еще один маленький шаг. И вот так вы продолжаете до тех пор, пока вы не доходите до вершины. Можем! 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 Доброго вечера, всем! На самом деле, мы очень рады с вами. Вы делаете прекрасно. Поехали. Поехали. На самом деле, до сегодняшнего дня мы очень рады с вами. Спасибо за вашу хорошую сообщество. Но эта сообщество сегодня более важна на сегодняшний день. особенно для здоровья. Сегодня мы планируем 2 группы. По медицинским показателям Саше рекомендуется очень медленный темп, чтобы избежать развития гипоксии. С ней в группе пойдет Ангелина. Она убеждена, что очень медленный темп гарантированно поможет добраться до пика ухуру. Все остальные идут в группе 2. Первая группа, я имею в виду поле-поле, будет восстанавливаться в 10 часов, а потом в 11 часов мы начнем. В последнее приготовление. Мы готовы? Да. Вы готовы? Да, мы готовы. Хорошо. Первые пошли. Встретимся на машине. Надеюсь. Вторая группа, когда они встают, то первая группа живет. Как спал? Ну а что, кто-то спал? 11.30, вы пришли к динаму, а потом в 12 часов мы начнем. Ребята, я советую вам начинать с рюкзаками идти. Когда ты его сбросишь, у тебя появится доп силы, потому что ты сбросил рюкзак, тебе будет легче. Когда я узнаю, кому я его могу отдать, спроси, кто твой портер, тебе дадут, твоего красавчика. Да. Мы шесть гидеров, 14 портеров. Это означает, что каждый из вас имеет свои портеры, кто вынуждает свой рюкзак. И этот портер будет как твоя штука. Он будет ходить прямо за тебя. Как его зовут? Меня зовут Бакари. Бакари. Я Иван. Иван. Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Да. Вы готовы? Да. Даже для очень маленьких проблем, не ждите. Вы думаете, что это как-то напряжение. Или нет. Или это будет неизвестно. Нет. Пожалуйста, Эле – это лучший. Давайте нас знать, мы решим проблему, и мы продолжим. Общая протяженность от лагеря до вершины всего 5 километров. Но перепад высот внушительный – 1186 метров. Первый мой начинает поход в жизни. Да. По камням. По камням, да. И сразу на почти 6000 метров. Красотень. Это уникальные кадры, которые заснял наш оператор Олег. Пожар, который начался на Килиманджаро в октябре 2020 года. Он затронул сразу 3 из 6 официальных маршрутов восхождения и достиг высоты практически 4000 метров. Были эвакуированы как минимум 6 групп туристов. Наш маршрут остался в безопасной от пожара зоне. Это везение. Ведь в обратном случае все силы, броженные на восхождение, были бы бесполезными. Группе пришлось бы вернуться. Очень непросто идти в темноте, пипец уставшим. Не знаю, когда придешь. Так вот, ребятишки, надо пожаловать на Килиманджаро. Не так жарко, я уже без перчаток. Ну что, как идется ночью? Засыпательно. Начинаешь очень сильно хотеть спать. Это от высоты, это есть реакция организма на высоту. То есть ты так хочешь спать, что в голове такая мысль. Я могу лечь здесь, полежать 40 минут, я чуть-чуть отдохну, и я потом встану с новыми силами, пойду дальше. И это твоя реальная мысль. Именно поэтому каждому участнику приставлен портер. В первую очередь, чтобы не дать уснуть. На этой высоте ночью температура опускается до минус 25. Долгое пребывание на одном месте грозит переохлаждением и обморожением. Саша и Ангелина идут на высоте 5000 метров. Их темп настолько медленный, что основная группа их обогнала и уже добралась до отметки 5300. Все очень выдохлись и делают остановку, где встречают рассвет. Иду и прямо чувствую, отключаюсь. Бум головой в рюкзак чей-то. Упс, глаз один открылся. Окей, значит все в порядке, идем дальше. И вроде солнышко вышло, вроде бы полегче. Уже чувствуется на грани. Такое, что прям идешь и отключаешься. Поэтому поглядим еще как дальше. Я просто хочу лечь и умереть здесь на каждом черву. Команда сопровождения не дает уснуть песнями и танцами. Поят чаем и дают сладости. А если аппетита нет, как у Юли и Жени, дают порошок глюкозы. Саша и Ангелина значительно отстают от всей группы. Все потому, что обе очень обессилены и в буквальном смысле не могут идти дальше. Сашу и Ангелину пытаются привести в чувство с помощью кислорода. Через некоторое время им чуть лучше. Но уже сдают нервы. Я просто спать не хочу. Я больше не могу не спать. Окей, спасибо. В это время Женя самая первая добралась на высоту 5756 метров. Точка Стелла Пойнт. Но это еще не конец. До вершины Африки. Еще минимум час пути. Возвольте с Улек, они просто безрадищны. Да, все безрадищны. Возвольте? Инвеню Аки лиманжаро. И дальше куда? Тут уже не так круто, тут уже легче будет Я туда не хочу, Олег Я туда не пойду Там легче, правда? Там легче как? Там не такой Слушай, у меня чуть инфаркт не случился У меня сердце просто остановилось Это пипец Так никто не предупреждал 5756 метров Такая высота в альпинизме уже считается экстремальной Кислорода здесь ровно в половину меньше, чем на уровне моря По ощущениям, это как подняться на 25 этаж с закрытой ноздрёй Кружится голова, сильно пульсирует сердце Ты идешь по этому гребанному песку, который ни черта тебе не помогает И ты делаешь эти грёбаные полшага задыхаясь И откатываешься на ещё полшага назад И продолжаешь вот это вот фигачить вверх Никакие тренинги вам не помогут так идти к твоей мечте, к своей цели Как вот это вот грёбаные Килиманджаро Вот, всё Финальный рывок Группа выдвигается в сторону пика Ухуру Осталось пройти всего 200 метров Но они самые трудные Скорость движения сейчас 300 метров в час Для сравнения, просто на улице ребята вышли со скоростью 5 километров в час Каждый шаг даётся с трудом Кислорода всё меньше Угроза развития гипоксии растёт Если вы так будете ещё два часа до Куру Вика Ну так как последние минут 15 Мне кажется, я прям там умру Чтобы вы понимали, 10 минут назад я как бы радовалась, что всё вообще и ничего А сейчас, ну, это пипец, товарищи Наташ, ты как? Наташ, ты как? Ноги мерзли Ноги мерзли Что? Ах, извини, можно ли вы можете ссорить здесь? Комби Она чувствует плохо Счастливая? Да Она чувствует, что всё Счастливая А что? Она очень холодная Счастливая 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот она, вершина Африки. Первой из группы ее покоряет Женя. Горы для победителей. Горы для тех, кто не боится испытаний. Горы для тех, кто готов бороться со своими страхами. Горы для тех, кто умеет поддержать. Горы для тех, кто готов. Горы для тех, кто готов на подвиги ради любви. Горы для тех, кто готов пройти любые испытания, чтобы открыть что-то важное в себе. Горы для тех, кто не боится падать и подниматься снова. Просто мне кажется, те, кто смотрят, они понимают, что мы сюда шли 12 часов. Не спали, почти ничего не ели. Мы просто шли то по снегу, то по камням, то по песку, то оденься, то разденься, то холодно, то жарко, то воду пей на холодно. Но мы дошли. Но мы дошли. Мы не сдались. Ну и наконец, город для тех, кто понимает, что только на вершине стал другим человеком. Я никогда, как и сейчас, чувствую себя в полном присутствии. Килиманджаро – это борьба с собой. Со своим телом, страхами и болью. Чеще. Поехали, всем. Они с мальюмом делали. Я собираю вас с標準 и уроком. Это вы получите, потому что вы сделали хороший труд. Мишель. Олег. Лулия. Юсмей. Ольга. Саш. Наталья. Евгения. Спасибо большое. Марина. Иван. Спасибо большое. Спасибо большое. Ангелина. Спасибо большое. Спасибо, что мне показали кредер. Спасибо. Спасибо. Екатерина. Спасибо. 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 Спасибо.